Приветствую вас. Во-первых, хочется сказать сразу, что есть, конечно, такое понятие, как принцип амортизации, то есть такое вот именно понимание, именно такой вот термин есть принцип амортизации, который позволяет получать желаемое, не вступая в конфликт с человеком, вот, есть такой, ну, такой принцип существует, вот, но не совсем, на мой взгляд, здесь понятно, подходит ли он вам этот принцип в целом. То есть, подходит ли он вам, хотите ли вы им заниматься, готовы ли вы его использовать, потому что это определённый такой, я бы сказал, навык, да, это определённая такая позиция. Вот. То есть, здесь, конечно, ну, не совсем понятно, как у вас обстоят с этим дела. Вот, но принцип амортизации, он гласит, что вам достаточно просто соглашаться с человеком, достаточно просто соглашаться с ним, достаточно просто... как-то, может, показывать ему, куда ведёт его позиция, куда ведёт его деятельность, куда ведёт его поступки, к примеру. Вот. И, соответственно, этот момент, он в итоге человека приведёт к моменту. Да? То есть, к моменту понимания того, в чём он не прав, в чём не прав человек. Конечно, вы можете сказать, что мой мужчина, если приходит к такому пониманию, то он никогда не признается, в том, что он не прав. И здесь на помощь приходит активное выражение, именно активное выражение ваших чувств, ваших эмоций, ваших переживаний по поводу того, значит, что происходит. То есть, здесь на помощь приходит именно активное выражение ваших переживаний. То есть, если вы, к примеру, чувствуете себя расстроенный, если вы, к примеру, чувствуете, что мужчина вам, там, допустим, чего-то не дал, да? Если мужчина вам чего-то не позволил, если вы ощущаете этот момент, то вы просто стараетесь это проявить и показать человеку. Вот. То есть, по сути, вариантов у вас тут, на самом деле, немного, да? То есть, вы просто демонстрируете человеку свои негативные переживания. Вы демонстрируете человеку, что вам, к примеру, неприятно. Вы демонстрируете человеку, что вам не по себе. Вы демонстрируете человеку, что вам не хорошо. Вы демонстрируете человеку, что, ну, например, что вам хочется чего-то другого. И надеетесь на то, что он вас поймет, увидит, услышит и не будет вести себя так, как, собственно, ведет. Так, как, собственно, себя позиционирует. Вот. Конечно, ситуация бывает разная, и на какие-то моменты мужчина обратит внимание, на какие-то моменты мужчина внимание не обратит. Это, на мой взгляд, нормально совершенно. Вот. А здесь уже все упирается именно, ну, именно в ваш подход. То есть, здесь все упирается именно в то, насколько вы со своим человеком, со своим мужчиной, например, близки. То есть, если вы близки с ним достаточно сильно, то человек, ну, скорее всего, как бы, как-то отреагирует. Вот. И на Барус, если вы с человеком не близки, то он, ну, скорее всего, никак не отреагирует, да, и ему будет плевать на то, что вы раздражены. Знаете, или что вам грустно, что вы расстроены и так далее. Вот. Да, это чувство вины, да, это вызывает чувство вины, да, это не совсем позитивная модель поведения, вот. Это действительно правда, но если вы хотите, значит, если вы не хотите разводиться, да, если вы не хотите от человека уходить, если вы не хотите меня, как бы, ну, кардинально что-то менять, то действовать, действовать вам нужно так. Так, вот есть, конечно, еще такая история, как, значит, НЛП, да, есть такая история, как НЛП, нейролингвистическое программирование. Вот. Ну, это уже история, которой, возможно, пользоваться стоит очень осторожно. Вот. Так что, примерно так. Я думаю, можно вам ответить. Подобрать индивидуальный подход к вашему мужчине можно, безусловно, при детальном рассмотрении ситуации, при детальном рассмотрении вашей истории. Вот. Я так, думаю, по крайней мере, в мире. Ээээ, вот. Соответственно, это, то что можно вам ответить, по касту, на данный момент. Вот, понять, где и в всём вы можете проявлять своё строгое нет, вот, где, в чём, как вы можете проявлять своё строгое нет. Если, если, ну, если, например, вам, вам хочется, допустим, это делать, то есть этот момент исключительно, ну, находится в вашей прерогативе, вот. Это исключительно в вашем видении находится. Всё зависит от того, насколько и как вы, вот, хотите себя вести. то есть, что вы готовы, что вы хотите, что вы можете сделать для того, чтобы получить желаемое, получить то, что вам нужно. Мне кажется, что примерно так можно вам ответить. Потому что за то, что вы хотите, безусловно, нужно бороться, то, что вы хотите, за то, что вы хотите, нужно именно стремиться получить. Вот. Потому что, ну, понятно, что иначе ничего не будет. Да? Вот. Ну, здесь уже очень многое зависит непосредственно от вас. Здесь очень многое зависит от того, что вы хотите, от того, как вы хотите и так далее. В целом, я думаю, что, ну, вот, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Давайте еще раз прочитаем это, что вы написали. Значит, так. Чтобы не спорить и не оказывать давление. Как поступить по-женски? Смотрите, по-женски поступить мягко можно. То есть, мягко говорить, а то, что вы хотите. Возможно, это придется делать, ну, там, не один, например, раз, да, не один, например, не один день, например, это придется делать. Возможно, 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 возможно. Вот. Но это уже напрямую зависит именно от вас. Это напрямую зависит от того, что вы хотите сами. Вот. Вот. Но позиция здесь, она, в целом, в целом, именно такая позиция. В целом. Вот. Дальше. Значит, отношения, скорее, такого типа, мужчина-лидер. То есть, мужчина, это такой, больше, вот, ну, больше, наверное, родитель в отношениях, да? Вот. 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 Мужина больше в отношениях такой, больше, ну, больше, тот, кто управляет. Вот. Соответственно, ему нужен такой, больше, подчиняющийся тип, ну, женщин, женщин. Вот. Соответственно. Как я думал, как я думал, как я думал, как я думал. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, это вполне возможная позиция для человека. Вот. И здесь, мне кажется, имеет смысл подумать о том, именно, чего мужчина, в первую очередь, хочет. То есть, если вы дадите ему то, чего он хочет. И если, к примеру, ну, к примеру, продемонстрирует ему, что то, что вы хотите, никак его не задевает, никак его не цепляет, никак его не принижает, не обесценивает, то он, скорее всего, вам очень легко это всё отдаст. Очень, очень, скорее всего, легко отдаст вам то, что вы хотите, собственно говоря. Вот. То есть, основная проблема в том, чтобы не задеть его самолюбие, самолюбие мужчин. Вот. Потому что это, это переживается им, ну, конечно же, болезненно, очень сильно. Вот. Возможно высказать понимание, то есть, повысить уровень доверия. Это тоже очень важная история, это тоже очень важный момент, чтобы человек вам доверял. Вот. Ну, и то, что вы говорите, да, в поводу того, что вот вы не хотите идти с его родителем, опять же, опять же, я думаю, что вам можно просто показывать человеку своё плохое настроение, вот, вам нужно показывать человеку свою грусть, вот, вам можно и нужно показывать человеку свою грусть, вот, чтобы он видел, как вам, ну, например, как вам, например, тяжело. Так? Вот. Ага, значит. Очень помогает в таких случаях уверенность, уверенность и ненацеленность. Ненацеленность на то, чтобы, ну, чтобы как-то мужчину задеть. Вот. Очень в этом случае помогает в такой повыске, потому что человек, как правило, ожибает и ждёт, что всё это делается, именно, чтобы ему насолить, вот, а не потому что, ну, потому что хочется вам, к примеру, чего там. Это очень важно донести до него, вот это разграничение между тем, что хотите вы, именно вы, и то, что хочет, допустим, он. Вот. Вот это тоже такой, очень важный момент, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Значит, вот такой аспект. Такой аспект. Такая история. Дальше. Так. Хочу не отдавать ребёнок в садик и заниматься сам, он мне достает огромное удовольствие, и работа позволяет. Ну, а здесь, опять же, возникает вопрос, да, почему мужчина, собственно, собственно говоря, запрещает вам не отдавать ребёнка в садик. Вот. То есть, ээээ, почему, что ему, что ему, эээ, с, с этого, вот. То есть, очевидно, что он, эээ, в чём-то проигрывает. Когда ребёнок дома, дома. Ну, значит, нужно, эээ, постараться дать ему, эээ, то, что он, ну, хочет, чтобы мужчина не был в обиде, чтобы мужчина чувствовал себя хорошо, чтобы мужчине было комфортно. Вот. А то вы хотите, чтобы он, значит, согласился на что-то, но при этом не совсем понятно, что он получит, как бы, ну, взамен, да, не совсем этот момент понять. Вот. Поэтому тут, конечно, возможно, можно и мужчину, вообще говоря, понять, да, и понять, почему он не хочет, чтобы ребёнок, например, был дома, а хочет, чтобы он был в саду, к примеру. Вот. Если ребёнок чего-то, какое-то неудобство представляет, да, какое-то неудобство представляет человеку, вот, ну, очевидно, что мужчина будет сопротивляться. Вот. Поэтому, мне кажется, это вполне нормальное явление. Вот. Дальше. Так. Так. Не хочу тратить время на походе к его родственникам. Хочу почитать книгу для своего саморазвития, мини-поришея компании. Я от его, от общения ничего не получаю. С родственниками, конечно, ситуация посложнее будет, потому что родственники, как правило, всегда, ну, или почти всегда болезненная история, достаточно. Вот. И, как бы, ну, то, что мужчина хочет, чтобы вы с ними общались, это, конечно, желание не самое позитивное, будем честны, да, такое желание, но не самое позитивное, не самое радостное. Вот. Но, вместе с тем, естественно для человека, особенно, если он любит своих родителей. Вот. Поэтому, я думаю, что с этим, конечно, посложнее, но тоже можно что-то сделать, особенно, особенно, если, ну, если подойти к этому, так сказать, не терапевт, да, то есть, если подойти к этому с позиции мягкой, т.е. спокойно, мягко, последовательно демонстрировать мужчине, что вам не нравится, что вам не по себе, да, что вам тяжело, т.е. демонстрировать расстройство, демонстрировать пассивность, демонстрировать слабость какую-то, ну, вот. Может быть, не делать чего-то для мужчины, чтобы он ощутил на себе вот эту вот, ну, чтобы он ощутил на себе ответственность за то, что он заставляет вас, значит, ходить к родственникам, зная, призная, что вы этого не хотите. Вот. Если вы при этом, если вы при этом готовы остаться, ну, дома, и если для вас это абсолютно нормально, вот. Т.е. да, в некоторой степени это манипуляция, да, в некоторой степени это не самая такая чистая, да, не самая чистая позиция, не самое чистое поведение, конечно же, вот. Но, как бы, если вы хотите, чтобы ситуация развивалась в ваши стороны, то здесь нужно действовать, думая именно о себе, да. То есть, раз ваш вопрос, вот он, в таком ключе позиционируется, вот, раз вы позиционируете свой вопрос в таком ключе, то, ну, всё, значит, достало. Да, вот, значит, нужно что-то уже делать для себя. Пора. Как бы, да? Вот. Дальше. Так. Хочу работать во время беременности до последнего дня, у меня приятная работа, которой я не хочу оставлять и тому подобное. Ну, опять же, да, то есть, тут только демонстрировать грусть, если вы не хотите как-то, как-то вот мужчину дискредитировать, тут только демонстрировать грусть, демонстрировать какое-то вот непринятие, да, какую-то вот, ну, не обиду, а вот такое расстройство, нежелание что-то делать и так далее. То есть, я думаю, что вот именно в этом смысле мягкость, она проявит себя максимально эффективно, потому что, ну, мужчина это почувствует, почувствует, что вы изменились, почувствует, что вы по-другому стали себя вести, вот, и, соответственно, он своё поведение изменит. Вот. Хотя, ну, конечно, тут есть нюансы, да, то есть, что это за мужчина, в чём он, какие у него есть, там, уязвимые места, да, и так далее. То есть, этот момент, конечно, тоже, так или иначе, нужно исследовать. Вот. Потому что без знания этого, да, без знания, без понимания этого, вы можете ошибиться, просто ошибиться, вот, по сути. И ничего хорошего из этого не получится, в принципе. Вот. Тогда. Вот. А дальше. То есть, когда что-то мне пришло, я хочу это получить, или что-то мне не пришло, я не хочу этого. Понимаете, вот здесь встаёт вопрос о том, как вы выстраивали отношения с мужчиной вообще. То есть, понимаете, если раньше, к примеру, вы соглашались с ним, если раньше вы, ну, наступали на себя, да? И, если раньше вы позволяли себе так поступать, надо делать то, что вам, например, не хочется особо, допустим. Вот, что он, как бы мужчина, понятно, понятное дело, будет ожидать, будет ожидать от вас, ну, похожего поведения. Он будет ожидать от вас подчинения, он будет ожидать от вас, вот, собственно, того же поведения. Поведение. Понимаете, такая штука. Вот. И, если вы не будете ему это поведение давать, вот, то, естественно, естественно, что у него возникнет вопрос, да, вопрос, просто вопрос возникнет, почему, почему ты раньше делала, да, почему вы раньше делали, а теперь перестали. То есть, нужно ещё и какую-то глобальную историю здесь. как бы привести для человека, чтобы ему было, ну, понятно, да, чтобы он понимал, что изменилось, собственно, для вас, вот. потому что так вот пока это выглядит, ну, только так, что внезапно что-то изменилось, да, внезапно что-то произошло, и всё. И ситуация стала совсем другой, вот. Поэтому мужчина, как, ну, как существо логики, да, он всё-таки должен какие-то обоснования иметь того, что, ну, того, что, грубо говоря, происходит. Дальше, я люблю себя, я хочу делать то, что хочу, но мужчина теряется прямо и любит доминировать, как не нарушить его от ширины мужчины и добиться своего. Ну, понимаете, какая штука? Вот, это, на самом деле, достаточно двоякая история, вот. Потому что мужчина, если он, эээ, мужчина, он не, ну, не перестанет чувствовать себя мышиной, да. Даже если вы сделаете что-то не по его желанию, он не перестанет себя чувствовать мужчиной. Потому что, ну, это, как бы, знаете, одно действие, да, оно, оно не изменит его, так скажем, ну, мироощущение, да, оно не изменит его, эээ, ну, позицию о себе, вот. А если изменит, то что это, что это за мужчина тогда такой. Вот. Поэтому здесь, конечно, есть некий вопрос, касающийся того, допустим, касающийся, допустим, того, эээ, вот вы говорите, что любите, любите себя. Да, вы говорите, что вы себя любите. Вот. Я вам, я вам верю. Я вам верю, я верю в то, что вы себя любите. Вот. Но если вы себя любите, то как же так вышло тогда, что любя себя, вы, ну, стали жить в отношениях, эээ, стали находиться в отношениях, эээ, с мужчиной, который, ну, собственно говоря, эээ, вас вообще не, эээ, ценят, да, и ваши желания не уважают. Вот. То есть я вас, конечно, не обвиняю ни в чём. Вот. Но мне кажется, что это, ну, как минимум, эээ, странно. Вот. Самое всё. Я думаю, что если вы себя любите, если вы себя уважаете, если вы себя цените, то, ну, наверное, всё-таки не будете, эээ, позволять мужчине, ээээ, вести себя с собой так. Вот. То есть я здесь, ну, лично склонен, эээ, считать, что, эээ, возможно, вы, эээ, не настолько, не настолько, эээ, сильно себя любите, вот, или ваша любовь, она, ну, проявляется как-то иначе, как-то, вот, по-другому. Вот. Если вы понимаете, конечно, о чём идёт речь. Вот. Потому что любящий, любящий человек, да, вот, если вы любите себя, любите мужчину, то вы, ну, просто принимаете его таким, какой он есть, и всё. А в данном случае вы, и вроде бы его до конца не готовы принять, да, опять же, поправьте меня, если я не прав, да, если я ошибаюсь. Вроде бы его вы не готовы до конца принять. Вот. И он вас, эээ, заставляет делать, эээ, то, что вы не очень хотите. Вот. То есть, как-то, ну, как-то, знаете, не очень, не очень хорошо вы поступаете в данном случае для человека, который, вроде как, себя любит. Вот. Поэтому я вас не обвиняю, но, просто, эээ, ставлю под небольшое такое сомнение. Что-то, то, что вы себя любите. Вот. Плюс ко всему вы думаете о мужчине здесь. То есть, чтобы его не задеть, вы думаете. Вот. Я полагаю, что это, конечно, очень похвально. Вот. Что вы, что вы не хотите его задеть и так далее. Вот. Но, на мой взгляд, вы берете чрезмерную ответственность за человека. Вот. На мой взгляд, вы чересчур за него ответственны. Вот. И вам, ну, просто, вот, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ чтобы мужчина перестал себя чувствовать мужчиной, чтобы он почувствовал себя как-то вот хуже. Хотя ответственность в этом не может быть вашей в принципе. Ну вот. А вот такой, я думаю, можно вам дать ответ на вопрос. Значит, дальше, как нарушить решение добиться своего? А я бы сказал, я бы сказал, что есть, конечно, у всего своя цена, и что надеяться на то, что вот вы, ну, что вы сможете добиваться своего, при этом человек будет реагировать на это спокойно. Вот. Ну, мне кажется, на это надеяться достаточно наивно. Потому что как бы мужчине не станет внезапно, да, всё равно на то, что, ну, на то, что раньше было не плевать. И, на мой взгляд, имеет смысл рассчитывать на некую, некий откат, имеет смысл рассчитывать на то, что мужчина будет недоволен и быть к этому готовым. Вот. Но я скажу больше, я скажу больше, я скажу, что необходимо, чтобы мужчина испытывал неприятные эмоции. Потому что так он будет научаться, научаться тому, что не всё бывает так, как он хочет. И по жизни эта история ему достаточно сильно поможет. А пока он считает, что всё может быть по его, да, ну, ему будет прят-напросто болезненно воспринимать какие-то моменты, которые он воспринял бы гораздо легче, если бы, к примеру, знал, если бы знал, да, если бы чувствовал, что, ну, его возможности ограничат. Вот. Поэтому я думаю, что бояться боли человека, бояться негатива человека не стоит. Вот. Это только ему на пользу, это только ему помогает, боль помогает, опыт помогает. Вот. Как бы, да, жестоко это не звучало. Другое дело, если вы сами чего-то боитесь, другое дело, если у вас есть основания чего-то бояться, это, конечно, да, это момент. То есть, если вы, именно если вы сами чего-то боитесь, именно если вы сами от чего-то скрещеваете, тут конкретная история такая. Вот. Миру, миротворческой какой-то деятельности, ну, я бы сказал, научаются постепенно. То есть, это не то, к сожалению, чему можно научиться, используя какую-то технику, потому что техника, эта техника, это просто средство, но это не научение человека. И, как бы, момент здесь в том, значит, что желательно, чтобы вы именно, вот, ну, чтобы вы именно чувствовали, чтобы вы именно чувствовали своего мужчину, если вы его любите, да, чтобы вы его чувствовали, чтобы вы понимали, что ему дорого, чтобы вы понимали, что он хочет, вот, что ему важно, важно, вот. Это очень важный момент в данной ситуации, без чего, ну, вы вряд ли сможете двигаться дальше. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам!